Наверное, многих людей, которые живут в доме или в деревне, валяется вот такой вот инструмент. Небольшая советская лопатка еще со времен СССР, которая запылилась, сломалась и валялась в дальнем углу сарая. Я на него смотрел, смотрел несколько недель и захотел отреставрировать этот великолепнейший инструмент, чтобы потом использовать его в быту, возить в автомобиле, когда нужно что-то подкопать, особенно, когда я езжу на рыбалке, там есть побачьи норы, ну или мало ли, не дай бог, где-то застрянешь, лопатка всегда может быть под руку. Естественно, я сделал ручечку немножечко по длине, чем у суперной лопатки, сантиметров, наверное, на 30-35. Но она как раз помещается ко мне в багажник на одну сторону моей волки, ну, благо там багажник большой. Зачищаю я ее обычным диском, таким, с щеткой на болгарке, и после зачистки выглядит лопатка вот так. Насколько было можно, и куда доставал этот диск, я зачистил. Отлично вообще, итоговая зачистка, как я погляжу, как вижу, могу наблюдать. И, естественно, само колечко тоже я решил зачистить. После этого встал вопрос выбора рукоятки. Я нашел старую такую палку, тоже валялась у меня в сарае. Она, наверное, была от какой-то багеты, скорее всего, но я решил взять именно ее, потому что она была очень легкая, поэтому меня привлекла легкость палочки. Дальше, естественно, тем же самым лепестковым вот этим вот кругом, мне не лепестковым, а, как он правильно, короче, с проволоки, с такой тоненькой, я зачистил полностью всю деревяшку. Может быть, это было излишне, потом прошелся наждачкой, можно было и без всяких этих изысков, и просто покрасить ту палку, и все. Но я решил сделать такое хорошее основание для покраски своей рукояти. Мне показалось, так намного будет надежнее и увереннее. Естественно, потом нужно было подвести под лопату наконечник, чтобы она зашла полностью в лопатку и прикрутилась двумя саморезиками. Тут камера, конечно, трясется, этого я немножечко не учел, потому что штатив стоит на столе. Штатив у меня самодельный, из стекла, на который прилеплена такая липучка, поэтому это все громоздкая такая конструкция, но другой у меня нету. Но со своей задачей он справляется на ура, поэтому менять пока что ничего я не хотел. Эта работа тоже оказалась довольно-таки муторная, надо зачищать и подвыровнять край. Я думал, будет немножко проще. Я хотел сначала сделать это рубанком, но, как видите, тут есть сучки, которые тоже пришлось обходить. Потом я это все немножечко доработал на шлиф станке. Еще чуть-чуть там, где были сучки, но все оказалось потом четенько. Вы видите, как оно все смотрится. Вот так вот все отлично зашло, как можете наблюдать. Полностью рукоятка зашла в лопатку. То, что я и хотел добиться, что нужно. Дальше встал вопрос покраски рукояти. Тоже можно было это все бросить, плюнуть и не заниматься вообще этим делом. То есть покраска зачем нам нужна, да? Не сильно она нужна. Но я решил все-таки покрасить рукоять. И использовал я для этого лак красное дерево. Не помню, как он называется. Вот точно. Сначала хотел тряпочкой. Понял, что это полная ерундистика. И немножечко поменял свои приоритеты. Взял кисточку и решил, как нормальный человек, прокрасить все это кисточкой. Кисточкой. Продолжение следует. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Далее, когда все высохло, я решил полностью покрасить лопатку черной краской, которая у меня завалялась Результат меня полностью удовлетворил Лопата получилась такого стиля, очень классного Прямо-то, не знаю, выражает прям всю свою харизматичность Я не знаю, как еще объяснить, но результатом, опять же, я остался полностью доволен Лопатка сделана была вроде бы на скорую руку, но имеет такой интересный вид Единственное, что надо было покрыть, наверное, ручку двумя слоями лака Но, мне кажется, и так достаточно прикольно, потому что видна фактура дерева Вот такие вот итоги Всем спасибо и пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok